здравствуйте уважаемые владельцы наших питомцев если вы хотите чтобы я посмотрел какое-то исследование мне его нужно прислать скриншоты с телефона фотографии монитора и заключения не имеют ничего общего с исследованием низко ты не с мрт вниз еще чем-то то есть нужно присылать сами исследования давать свой скажем так по 5 смысл в чем объясню вам по-другому немножечко да может быть тогда вам станет понятно почему я прошу все-таки присылать исследования а не присылать все-таки заключение потому что то что пишет врач который делает исследования он не видел самого пациента и он не понимает да что будет в результате того что он написал то есть он делает формально он просто смотрит и найти что вижу то и говорю вот я вам просто при приведу пример что может быть это как-то будет вам просто понятнее вот один из пациентов с болью тазовых конечностях может быть это поможет на каким-то образом понять почему я прошу все-таки не заключение вот собака рама это тазовую конечность до обратите внимание какая-то собака это французский бульдог да то есть у него боль в области l71 почему врач невролог должен сам смотреть почему он должен смотреть пациента почему он должен определять зону поражения и почему он должен судить по непосредственно самому исследованию а не считать протокол протокол вот то есть вот собака хромает болит l71 дальше ну то есть понятно да дальше мы смотрим его мрт смотрим его мрт у собаки в области последнего поясничного первого крестцового позвонка компрессия это молодая собака да соответственно молодая собака у него вот здесь вот компрессия а так как врач который делает мрт по большому счету ни за что не отвечает он не отвечает за свои слова никаким образом а он не будет лечить эту собаку он не будет заниматься какими-то действиями относительно этой собаки ну потому что он сделал мрт и все и больше на эту собаку никогда не увидит поэтому он может писать все что угодно у этой собаки обратите внимание нет седьмого поясничного позвонка и 1 крестцового позвонка и просто физически нет они разрушились полностью они разрушились из-за воспаления из-за дискоспондилита и смотрите что пишет врач мр диагностики он пишет признаки дегенеративного лимбо сакрального стеноза вот ну и по информации позвоночного то есть вот что он пишет то есть а то что у собаки просто банально нет седьмого поясничного позвонка и нет первого крестцового какого лимбо сакрального стеноза знаете а владелица пришла делать операцию уже она пришла оперировать эту собаку ставить транспект у вашей собаки не лимбо сакральный стеноз во первых вас французский бульдог поэтому того лимбо сакрального стеноза который если у крупных собак быть просто не может по породе а во вторых у вас дискоспондилит а вы пришли уже на операцию и если я не умел читать мрт и не требовал сами мрт оперировал по заключениям собака была бы прооперирована дальше бы это все сгонило вывалилась и все было бы плохо уж не говоря о том что человек который делал мрт понятия не имеет как делать мрт при лимбо сакральном стенозе да потому что он не согнул не разогнул ну и понятно что у французского бульдога лимбо сакральный стеноз тот который мы видим у наших крупных пациентов быть в принципе не может поэтому врач сам должен смотреть исследование то есть врач который занимается неврологией или вообще любым там чем-нибудь да он должен знать и уметь смотреть исследования кт и мрт поэтому нужно их присылать вот и все то есть я его действие говорю какой лимбо сакральный стеноз какой деньги дегенеративно если нет 7 поясничного позвонка вот 6 поясничный позвонок один сантиметр а банально 7 просто физически нет потому что он просто сгнил и 1 крестцового то есть не может быть дегенеративный лимбо сакральный стеноз л 7 с 1 просто потому что нет ни l7 не с 1 5 вот почему это надо почему это важно вот поэтому а то а почему так делают врачи за такие такие заключения да ну потому что результаты с этом ниже написано результат исследования является диагнозом поэтому вот скопировать и очень много чудодеев до которые просто копируют и в историю болезни в носят вот это лимбо сакральный стеноз бла 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 а а врач визуальной диагностики он себя подстраховал и знаете что он написал результаты исследований является диагнозом и требует клинической интерпретации лечащим врачом то есть это правильно написано да то есть вот увеличу вам чтобы было понятно это не диагноз потому что тот человек который пишет это заключение лечить не будет и по большому счету что он тут напишет вообще без разницы да и моей бы была ошибка поставить фиксатор этой собаки при инфекции в теле позвонка вот и все вот в этом смысл поэтому что он там написал да без разницы в чем-то написал потому что он подписался что я написал а чё я написал за это я не в ответе вот и все поэтому ну не надо поэтому надо присылать собственно говоря сами исследования чтобы если врач тот который занимается неврологией не умеет читать к ты не умеет читать мрт то это не врач который занимается неврологией или там еще чем-то то есть если ортопед не умеет читать к ты он не ортопед если врач невролог не умеет читать к т значит он не невролог вот все это очень легко и просто присылайте тем людям которые знают и понимают как это все делается вот ну и ладно и сейчас займемся нашим кошка бусин 8 лет была подобрана две недели назад появились симптомы заторможенность потеря ориентации тремор видео не снять глаза ушки-усики но начали принял он видите надо у нее такой диагноз они что ей там назначили вот но у нее нет еще диагноза да понятно ну вот смотрите меня посмотрите марте вот это важный момент потому что любой врач визуальной диагностики пишет свои заветные слова заключение ветеринарного врача м.р. не является самостоятельным диагнозом является одним из дополнительных методов диагностики и требует консультации ветеринарного врача клинической специальности мы с этого с вами начали да почему надо посмотреть само исследование поэтому мне надо посмотреть само исследование что надо вам надо сделать видеозапись не получается надо поставить этот самый видеорегистратор видеофиксатор да или поставьте вот этот какой-нибудь ноутбук ноутбуках есть этот самый какая-нибудь камера вот я вам просто сейчас могу сказать если вас нет лень покупать видеорегистратор в черном 3000 стоит по моему в этом будем постоять нам будет еще сложнее поставить ноутбук и сделать прямую трансляцию в youtube вы закрытого это нужно научиться нужно так чтобы кошка не ходила по ноутбуку не нажимала кнопочки ну ладно телефон с телефоном дамит подсказываешь прямую трансляцию в youtube можно поставить из телефона youtube будет описывать сколько знаете сколько прямых камер какие которые снимаются какую фигню в ю тубе как человек спит как кошка пьет их ты столько всяких камер прямых трансляций да он зайдете и посмотреть посмотрите как кто-то там много и он он желает трансляция 27 на 7 человек живет вон и в эфире постоянно вот видите вот какой-то человек живет весь я дома поставил просто youtube постоянную трансляцию есть как он успеет там еще чуть-чуть опять вот это ну вот будет была бы кошка если по него очень взял и просто себе нефиг делать поставил прямую трансляцию своей квартира как он там что-то делает вот такого много на самом деле вот это не смотрит конечно он из 7 тысяч подписчиков нифига себе 42 тысяч человек сейчас смотрят его как он ничего не делает дома не ваш кошку будут смотреть как вот поэтому такой еще вариант симптом и мартесом у надо посмотреть и все и вот все хоть наши клиники делали наши клиники делали наш врач март диагностики делал заключение не наш без разницы вообще никак не влияет надо симптом и само исследование симптом хоть наши хоть не в нашей потому что я читаю заключение да для чего для того чтобы проверить себя нигде не пропустил ли я чего-либо вот но надо смотреть самому вот и все по описанию вкуса апельсина понять вкус апельсина невозможно вот чем смысл и врачем от диагностики пишет что вкус апельсина и в этом заключении передать не смог смотри сам вот это был последний случай сегодня до свидания до встречи что Продолжение следует...